Пссс, а перед началом этого видеоролика хочу посоветовать свою группу по продаже робоксов. Здесь вы можете быть уверенными, что вас не кинут. Также тут выгодный курс и большие скидки постоянным покупателям. Переходите по ссылочкам в описании и пишите в ЛС группы. Всем привет, с вами Избан. Сегодня я вам покажу крутой скрипт для Мейтсити. Также перед началом видеоролика хочу вас попросить поставить лайк и подписаться на канал. И как только на этом видеоролике набирается 300 лайков, я иду сразу же записывать для вас новое видео. Итак, значит нам нужен чит, он у меня уже скачан. Также ссылочка на него будет в описании. Тут у нас пишется, выберите язык, который вам будет удобен. Либо английский, либо русский. Для меня, конечно же, будет удобен русский. Пока что повторюсь то, что ключ не нужен. Чтобы зайти в чит, просто нажимаем логин и мы заходим. Сейчас ждем, пока он загрузится. Все отлично. Теперь вот это стираем, оно нам не надо. После этого нажимаем инжект. Значит, смотрите, у кого на инжект так же, как у меня не работает, скачиваем вот это приложение по ссылке в описании. И перед тем, как нажимать Select DLL, скачиваем чит и переносим папку с читом на рабочий стол. После того, как перенесли папку с читом на рабочий стол, нажимаем Select DLL. После этого рабочий стол. Заходим в папку с читом. Выбираем вот этот файл. Нажимаем открыть. Потом Roblox. И инжект. Так, все, ждем, пока у нас заинжектится. Сейчас должна появиться иконка. Да, все, иконка появилась. Отлично. И этот скрипт, получается, находится в самом чите. Заходим в скрипт пак. Потом в Майтсити. И нажимаем GUI. Так, ждем, пока загрузится. Сейчас у нас появится чит. Тут очень много функций, как видите. Первая вкладка, это, получается, все функции для машины. Я думаю, ее можно пропустить. Она особо не интересная. Так, вот это давайте пока что закроем. Так, есть SP. Давайте включим. Как видите, все работает. Отлично. Получается, тут полицейский. Тут криминал. То есть преступник. Который еще не сбежал. Вот там преступник, который сбежал уже. А потом видно даже героев. Ну, в принципе, как видите, все работает. Отключить я не знаю. Отключить, ага. Нельзя. Все, я понял. Так, нажимаем GIF Game Pass. Это вам дается Game Pass. Потом GIF Jetpack. Давайте проверим. Ну, как видите, все работает. Отлично. Так. Ну-ка. Да, он работает. Можно лететь. Это хорошо. Так, идем дальше. GIF ECO. Это получается... Он у вас получит яйцо. Которое сейчас... Ивент идет. Он еще пока что не закончился. Хотя уже, по-моему, больше месяца прошло. Если не ошибаюсь. Вот. Он, получается, 100-евентовское яйцо. Возьмет. Так. Noclip. Давайте проверим. И также есть Jump и Speed. Смотрите. Вот такая у меня сейчас скорость бега. Прибавляю скорость. И, как видите, бегаю намного быстрее. И Noclip, как видите, тоже работает. Давайте его отключу. И вот сейчас я не смог никак пройти через стену. Как вы могли заметить. Прыжок давайте я вам сейчас покажу. Вот такой у меня стандартный прыжок. Прибавляю. И вот такой у меня прыжок теперь стал. То есть намного больше. Несколько раз. Также, смотрите, тут есть функция, которая закрывает полностью вот эти все панельки. Вы нажимаете сюда и выбираете букву, либо же цифру, на которой хотите, чтобы он закрылся. Допустим, я поставлю на английскую Z. Так, все, поставил. Нажимая Z, как видите, пропал. Нажимая Z, опять появился. Так, идем дальше. Оружие. Так, ну давайте АК-47 получим. Так, ждем, пока он возьмет. Все, взялся отлично. Вот он у нас появился. Так, давайте я скорость бега немножко поменьше сделаю. Ну, вот так, я думаю, сойдет. Давайте Ганмод Х20 сделаем. И, кстати, на 10 больше, чем в других скриптах. Обычно Х10, а тут Х20. Так, давайте проверим. Ну, как видите, он работает. Получается, я сразу с одного выстрела несколько пуль выстреливаю. Как видите, все работает. Отлично. Так, давайте идем дальше. Фарминг. Это фарм XP. Тут, получается, два фарма. Стандартный и В2. Я их не проверял. В принципе, можете сами проверить. Я думаю, они работают. Авторест. Я думаю, тоже работает. Но, насколько показывает практика, я когда пробовал авторест включать, то на всех скриптах всегда кикает. То есть, он пофикшен, я думаю. На всех скриптах. Так что, в принципе, ну, можете проверить. Я думаю, может быть, будет работать. Кип инвентарь, это я не знаю, что это такое. Давайте включим. Что-то ничего не появилось. Ладно. Протект. Характер. А, все, я понял. Это, короче, обеляет моего персонажа. И, получается, чтобы никто не понял, то, что я читер и читерю. В принципе, прикольно. Обычно полностью персонаж обеляется. Тут еще на голову что-то одевается. Прикольно. Так, ТП. Ну, в принципе, я думаю, телепорты это 100% работают. Давайте. Это в банк ТПхнемся. Ага, как видите, я ТПхнулся. Все работает. Отлично. Ага. И также я почему-то в какую-то квартиру попал. Странно. Давайте казино. Я почему-то попадаю в какую-то квартиру. Странно. Ну, ладно. В принципе, я думаю, это скоро пофиксит. Но, в основном, ТП у нас работает. Также можно телепортироваться к другим игрокам. Так, админ. Тут довольно много функций тоже. Kill All это получается убить всех. Ну, давайте проверим. Я не знаю, будет работать или нет. Так, все, я нажал. И, по идее, все должны сейчас заспавниться в тюрьме. А, да, кстати, смотрите. Они вроде бы как убиваются. Остался вот только один. А все другие никнеймы, они пропали. Ну-ка, что там в чате пишут? Давайте глянем. Так, ну, пока что не пишут. То, что, типа, тут читер зашел. Всякое такое. Так, ну, слушайте. Остался один игрок, получается. А остальные куда-то все пропали. Скорее всего, они умерли. Давайте заново. Включим эту функцию, SP. Да. Все-таки некоторые умерли. Но некоторые нет. Короче, не на всех, я так понимаю, работает эта функция. Но она работает. ТП Altum Cargo Plane. Это получается, я либо телепортируюсь к самолёту, либо самолёт телепортируется ко мне. Но его пока что нету, я не могу проверить, получается. Дострой, это получается, всё сломается. Вся карта, я так понимаю. Краш-сервер, это сервер-крашница. Так, какое-то радио. Ну, я не буду тоже проверять. В принципе, можете сами проверить. Fireball Aura. Давайте включим. Я так понимаю, у меня огненная аура должна быть. Либо же на каком-то другом. Давайте сейчас проверим. Так, вижу ближайших игроков. Так, ну. Чё-то как-то смутно работает. Может быть, вообще не работает. Так, я не знаю, недалеко он там или нет. Нет, вроде близко. Давайте включаем. И чё-то не работает. Так, ну ладно. Давайте, в принципе, убьём героя. Всё, как видите, за несколько секунд, за 2-3 секунды я его слил. Отлично. Так, следующая функция. Сервер Any. Не знаю точно, как это переводится. Не буду пока что проверять. Destroy Player. Это получается, я так понимаю. Ага. Всё, понял. Эта функция, скорее всего, действует только на мне. То есть, я убил себя. Грубо говоря, на других, по-моему, не действует. Давайте заново SP включим. Так, чё-то не работает. Хм. Странно. Странно. Ну ладно. А, нет, всё включилось, вижу. Только почему только один игрок показывается. Ну ладно. Это не суть. В чате там ничего не пишут. Нет, ничего не пишут. Идём дальше. Destroy Player. Получается, смотрите. Destroy Players. Это я, скорее всего, убиваю себя. Я так понимаю. Если те сейчас в тюрьме не появились. То значит, эта функция только на мне работает. Также можно любого другого убить. В принципе, давайте сейчас проверим. Я думаю, эта функция должна работать. Так, заново давайте, я думаю, включим SP. Так, ну слушайте, большинство, кто был за преступников, они почему-то появились в тюрьме. А, нет, всё, всё-таки функция, это работает на всех, я так понимаю. Потому что, смотрите, видите, в чатике пишут то, что... Читер. Хакер. Давайте сейчас попробуем функцию опять эту проверить. Просто прибежим к тюрьму, где у нас сейчас все сидят. И нажмём опять Destroy Players. Так, давайте бежим. Так, нам нужен No Clip. Включаем. Всё, включили. Забегаем сейчас в тюрьму. И включаем эту функцию. Так, вот тут два челика. Нажимаем. Оп. И она, походу, на мне только работает. Скорее всего. Так, давайте No Clip отключим. И заново SP. Так, пока что не работает. Ну ладно. Короче, не суть. Давайте, в принципе, попробуем убить вот этого полицейского. Пишем сюда его никнейм. Так, какой у него там никнейм? Плохо видно. Давайте я забегу, чтобы получше было видно. Ага. Он, наоборот, ко мне бежит. А нет, не ко мне. Так, отключаем No Clip. Так, всё, вижу ник. Пишем по-ке. Блин. Не видно до сих пор. Давайте туда через панельку. Так. У него ник Поке. Покеи. Покеи. Так. Так. 6-6. Так, всё, написал. И давайте попробуем его слить. Походу не получилось. Либо получилось. Что-то я до сих пор не пойму. Давайте сейчас быстренько прибежим к нему. Нет, походу я опять себя убил. Ну ладно. Фикс этой функцией. Kill Aura. Это типа аура, которая убьёт других. Я так понимаю. Ну ладно. Кстати, как я замечаю, почему-то все опять сбегают по-новой. Скорее всего, Destroy Players всё-таки работает на всех игроках. Так же можно убить любого игрока. Давайте опять проверим всё-таки. Destroy Players. И заново сейчас включим с вами SP. И на этом, я думаю, мы с вами закончим. Все оставшиеся функции вы, в принципе, сами сможете проверить. Так, включаем SP. Как видите, пока что никого не показывает из своих. А вот, уже один заспаунился. Давайте заново. SP включаем. Всё-таки, я так понимаю, их по очереди, поочерёдно убивает. То есть не сразу всех, а по очереди. И, как видите, они все спаунятся опять здесь, в тюрьме. Как видели, там около трёх или четырёх игроков сбежало. Но их опять убило. То есть я их убил. Да, пишут то, что хакер. Всё-таки эта функция работает на всех. То есть можно всех сразу убить. Только поочерёдно. Так, ну в принципе, на этом, я думаю, можно заканчивать. С вами, как всегда, был Избан. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.